еще раз добрый день коллеги меня зовут клименко александр компания disnell soft я расскажу я кратко расскажу вижу все устали уже об опыте внедрения айти системы которая была необходима для внедрения на предприятии стандарта и со 55000 это компания а с которая владеет бизнесами в казахстане четырьмя электростанциями в казахстане ну кратко о нас мы разработчики системы 1с таир там имеем массу наград давно работаем на рынке там стоит 2006 года и так далее система 1с таир внедрена на множестве предприятий там это самое широко распространенная в стране система что такое а если было понятно тоже как-то вот хочется сравнивать сразу с предыдущим докладчиком да это группа компания есть это америка американская компания она владеет четырьмя электро владела четырьмя электростанциями в казахстане ну и в компании используются стандарты со 55000 требования вот к внедрению и стандарты со 55000 были сформулированы материнской компании а с было проведено обучение сотрудников именно стандарту для этого часть там была создана рабочая группа это это рабочая группа ездила летала точнее в англию где проходила обучение после возвращения они переводили те стандарты которые разработаны предприятием материнском опять-таки а с английского языка на русский язык да и адаптировали их для внедрения в казахстане ну внедрение прошло примерно за полтора года это внедрение именно айти системы которая поддерживала стандарт ну ход внедрения там сначала было приведено экспресс обследование для того чтобы определить насколько подходит типовое программное обеспечение для решения этой задачи далее в пятнадцатом году стартовал проект и продолжался он почти до конца осень зима шестнадцатого года то есть примерно полтора года продлилась внедрение айти системы не внедрение стандарта и 155 тыс внедрение и айти системы внедрение самого стандарта разумеется заняло большее время потому что перед айти системой все прорабатывалось в виде создавались вот инсту масса масса документов создавались инструкции создавались стандарты предприятия а вот обучались люди там элементы вводились там сначала в excel в варде в документах ворд и только после этого было началось внедрение айти системы которая поддерживает это все ну вот за базовый был выбран программный продукт 1 и стоит 2 корт который был разработан как раз вот вышел это очередная версия которая вышла перед в пятнадцатом году и она как раз рассчитана на поддержку стандарта и 155 тысяч ну точнее сейчас рассчитана ну она поддерживает стратегию ремонт и по состоянию которые необходимы данном случае она позволяет гибко настроить систему под особенности бизнеса позволяет поддерживать современные методы работы такие как использование мобильных устройств там геолокации и так далее ну легко интегрируется с типовыми продуктами 1с ну опять-таки базовым базовым и не необходим необходимым процессом до который для внедрения было была разработка стандартов еще раз повторюсь стандарты предприятия на основании стандарта и сто пятьдесят пять тысяч компаний а с были разработаны стандарты предприятия эти стандарты предприятия были переданы в бизнес и в казахстане там рабочая группа перевела их на русский язык и адаптировала процесс это был длинный сложный очень важный Там множество редакций стандарты прошли, прежде чем получились работоспособные версии. Ну вот тут 15 стандартов было использовано. Не все стандарты были реализованы в IT-системе. Там вот, прошу прощения, вот система управления активами — это просто программный документ, которые там были написаны на файлы Word. Капитальные вложения и операционные затраты тоже не вошли. А начиналось все со стандарта в IT-системе, начиналось все со стандарта управления изменениями. Это был создан целый бизнес-процесс регистрации, рассмотрения, утверждения, контроля исполнения изменений, соответствующие документы, журналы и отчеты, необходимые для работы бизнес-процесса. Управление рисками. Ну, стандартные, достаточно понятные методы управления рисками. Создан там реестр рисками. Система содержит программу управления рисками, то есть и мероприятия по уменьшению рисков, либо устранению. Стандарт пятый — эксплуатация и ремонт активов. Разумеется, все основывается на списке оборудования, списке активов предприятия. Опять-таки хочется сравнить с предыдущим докладчиком автоматически. Здесь на предприятии было меньше объектов эксплуатации, около 30 тысяч единиц оборудования и около 2000 типов оборудования, типов моделей оборудования. Да, полностью поддержу докладчика ИСУЭК. Процесс построения иерархии оборудования, классификации оборудования, он чрезвычайно важен, трудозатратен. И если сделан неправильно, то будут проблемы. Поэтому тут лучше подходить, используя опыт консультантов или обучать людей хорошо, чтобы они смогли это сделать. И дальше можно было работать с надежностью и с рисками. Ну, были созданы документы RCM-анализа. Все активы были описаны, там критичность определена активов и так далее. Выбрана стратегия обслуживания. Ну, управление снабжением достаточно стандартный процесс. Он есть во множестве систем. То есть есть полное управление материально-техническим обеспечением, контроль неснижаемого остатка. Оценка отношений с поставщиками наших ТМЦ. Планирование. Ну, все, что необходимо для снабжения материально-технической ТМЦ. Управление ценностью жизненного цикла. Здесь система содержит достаточно простые документы принятия к учету оборудования, выбытие оборудования, во время эксплуатации оборудования накапливается вся информация о его состоянии, о стоимости ремонта по обслуживанию. Что позволяет оценить на протяжении всего жизненного цикла оборудования, знать как его состояние, так и знать стоимость владения этим оборудованием. Ну, обучение персонала, управление персоналом тоже достаточно стандартный процесс, который тоже есть, требует не только стандарты, 155 тысяч. Опять-таки в системе был внедрен контроль квалификации сотрудников, контроль обучения, контроль получения разрешений различных и так далее. Так, ну, выделен отдельно анализ коренных причин. Был сделан достаточно простые документы анализа коренных причин методом 5 почему, которые позволяют для тех отказов, которых это необходимо, провести анализ и обозначить мероприятия. Эти мероприятия связаны с процессом управлениями изменениями. Если эти мероприятия ввлекут за собой какие-то изменения, они автоматически попадают в программу изменений, управления изменениями. Ну, управление производительностью. Система содержит отдельно механизмы под систему управления по ключевым показателям эффективности. В ней были настроены необходимые ключевые показатели и построены отчеты для отслеживания этих показателей. Управление документами и информацией, опять-таки, стандартный процесс. Он есть практически во всех информационных системах. Вся информация о состоянии оборудования накапливается, доступна для анализа. Ко всем объектам есть возможность прикрепить нормативно-справочную информацию, историческую информацию, любые документы. Так, ну, были созданы рабочие места сотрудников для удобства работы. Ну, еще раз возвращаясь, вот, в, хотя вся программа внедрения, да, стандарта ISO 55000, для ней, для этой программы было разработано 15 стандартов, а IT-система поддерживала только часть из них, которую целесообразно поддерживать, часть осталась вовне. Ну, вот, стандарт, правда, 11, он автоматически получается в системе, его не надо отдельно выделять, отдельный процесс не был добавлен. Это стандартные процессы управления, планирования и управления ремонтами оборудования. Ну, по результатам, это было, вот, внедрение стандарта ISO 55000, вот, в АЕС, это был наш первый опыт. Сейчас по результатам внедрения планируется выход дополнительного приложения, которое сейчас носит условное название 1SRCM, то есть управление обслуживанием оборудования с учетом его надежности, нацеленное на надежность оборудования. Официальный выход запланирован в четвертом квартале текущего года. Ну, вот так вот быстренько пробежался, может быть, есть вопросы какие-то? Вопросов нет. Отлично. Расскажите, можно вопрос? Да, конечно. Вот эти все стандарты, которые, ну, зародились в результате вашей программы, они все отражены вот в этой программе. Ну, вот, смотрите, вот красным сейчас выделено то, что есть в программе, черным то, что вне программы. Да, еще прошу обратить внимание, что не мы разрабатывали стандарты, и они не родились в результате внедрения, а они были сначала созданы компанией AES и доведены там до нас, да, а мы уже их реализовывали в IT-системе. Была проведена большая работа, вот как пример, вот была выпущена, например, такая книжка для персонала, как вот работать со стандартом из 155 тысяч. Все тогда, да, спасибо за внимание. Вы можете, кажется, приоткрыть то, что это секретно, качество результата, потому что я думаю, что многим здесь присутствующим было бы интересно конкретные результаты с точки зрения, ну, собственников бизнеса. У вас очень глубокий был фокус в вашем докладе на риск-ориентированный менеджмент, а что-ли про возможности, вот, ну, говорится, ну, какие возможности организация может приобрести от внедрения вот этих вот ваших методов. Спасибо. Взгляд, какие выгоды внедрения стандарта, ну, вот на мой, на мою такую оценку, как человек, который занимается этой темой давно, приведение в соответствие существующей практике управления ТАИР к лучшим мировым практикам управления активами. То есть это вот состояние перехода от ремонтов к управлению активами, это некое развитие вашей системы ценностей, понимания именно уходить от ремонтов и начинать заниматься какими-то глобальными вещами управления ценностью от активов. Опять-таки здесь много людей технических, которые занимаются ремонтами именно как ремонтами. Все-таки мы рассматриваем стандартизацию управления активами как дополнение к тем задачам, которые вы и ваша служба занимаетесь в части ТАИР, то есть обеспечения процессов техобслуживания, ремонтов оборудования. Преемственность системы, когда уходит главный механик, главный инженер, не дай бог там гендиректор, система будет работать, она будет обеспечена внутренними аудиторами, она будет иметь некие базы данных в ваших информационных системах, то есть она будет работать независимо от людей, которые сейчас находятся на каких-то постах. Ну вот, собственно, я очень кратко хотел по шагам, которые нужно именно пройти для внедрения. А я думаю, что многих интересует, что же такое сама система управления активами, то есть как она устроена, то есть какие нужно пройти этапы, чтобы ее внедрить. Четыре таких этапа подготовки к сертификации. По сути, это этапы внедрения самой системы управления активами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok